В данном видео мы рассмотрим полный цикл приобретения токена CO2T на бирже Waves Exchange. Для того, чтобы это сделать, нам для начала понадобится установить Waves клиент или криптовалютный кошелек на блокчейне Waves. Для этого на системе Android мы проходим в Play Market. Нам нужно выбрать именно это приложение. Обратим внимание, что здесь более 100 тысяч скачиваний. Хорошая оценка. 24 мегабайта. То есть это именно тот файл, который нам нужен. Нажимаем установить. Итак, открываем приложение и при первом запуске нам предлагается выбрать язык. Соответственно, мы выбираем русский или английский, как вам удобно. Здесь мы читаем, что нам предлагают торговать на криптовалютой быстро и безопасно с преимуществами централизованной биржи, сохраняя пароль над средствами. Здесь говорится с преимуществами централизованной биржи, но при этом биржа Waves является децентрализованной. Нажимаем далее. Здесь говорится о том, что простой ввод и вывод средств. Покупать криптовалюту с 0% комиссии с помощью банковской карты. Доступна покупка в любой валюте. Тут же говорится об инвестициях, что можно выбирать понравившиеся инструменты и инвестировать выгоднее, чем в банке. Здесь нам предлагается согласиться с тем, что мы ознакомлены с политикой конфиденциальности. Ставим соответствующие галочки. Все данные в нашем аккаунте Waves зашифрованы и хранятся только на том устройстве, где они используются. Итак, поставили галочки, нажимаем продолжить. На данном этапе нам предлагается создать новый аккаунт, войти в уже существующий или импортировать. Но так как у нас еще нет аккаунта на Waves, то мы создаем новый. Здесь мы выбираем аватарку, какую мы хотим. От аватарки будет зависеть наш адрес. По сути, это не принципиально. Выбирайте любой, который вам понравится. В рамках нашего экологического проекта я выберу более зеленую, желтенькую аватарку. Здесь мы даем название своему аккаунту. В данном случае я напишу тест. Вводим пароль, соответственно. Здесь можно сделать так, чтобы пароль была видна. Ну, допустим, тест 2021. Здесь нужно повторить пароль. Тест 2021. Это словно наш пароль будет. Нажимаем продолжить. И на данной странице нам предлагается сохранить сидфразу. Нужно помнить о том, что в случае утери сидфразы мы никогда не сможем восстановить пароль от своего аккаунта, а также открыть свой аккаунт на другом устройстве. И нужно обязательно помнить, что никогда не сообщайте свою сидфразу, потому что только мошенники могут интересоваться данной информацией. Итак, мы можем сохранить ее сейчас. Для этого мы нажимаем сохранить сейчас. И нам показывается набор из 12 слов. Это и есть сидфраза. На данном этапе предлагается просто взять листочек и ручку в руки и записать эти 12 слов очень аккуратно, очень внимательно, чтобы сохранить их где-то в сейфе, где вы храните свои документы. Причем храните так, чтобы никто из третьих лиц не получил к нему доступ. Итак, я записал данные слова, так называемую сидфразу и нажимаем «Я все записал». На данном этапе нам предлагается ввести все слова в правильном порядке, то есть в том порядке, в котором вы их записали. Итак, мы все правильно ввели, нажимаем «Подтвердить». Здесь нам предлагается ввести код-пароль, в моем случае это будет, пусть будет, 2021, 2021. Вот, и все. Мы получили доступ к нашему кошельку. И сейчас мы рассмотрим, как пополнить адрес своего кошелька данного и в дальнейшем, как приобрести уже токен CO2T, чтобы компенсировать свой углеродный след. Итак, мы находимся в приложении Waves Exchange. Это приложение, которое включает в себя несколько функций. Первое – это хранение криптовалюты, кошелек условно, где мы можем добавить множество разных криптовалют, токенов, которые мы можем хранить в данном приложении. Дальше – это биржа, на которой мы можем совершенно свободно торговать любой криптовалютой. Мы можем также отправлять имеющиеся в нашем распоряжении средства в стейкинг, для того, чтобы получать пассивный доход. Итак, для того, чтобы пополнить адрес нашего кошелька на данном клиенте, нам нужно пройти по кнопке «Купить». Здесь мы выбираем российский рубль. Здесь мы выбираем именно USDN. USDN – это цифровой токен, привязанный к стоимости одного доллара. Здесь мы вводим, соответственно, сумму. Допустим, это 4650 рублей. Мы получаем 60 долларов. USDN, что в расчете на токены по стоимости 2 доллара, получается 30 токенов. В данном случае нам нужно ввести 60 долларов на этот кошелек. Здесь мы выбираем, если у нас есть система AdvoCash, оставляем AdvoCash. Если у нас нет системы AdvoCash, то выбираем банковская карта. Нажимаем «Купить езде». Здесь мы вводим персональные данные с карты. Здесь сумма с учетом уже комиссии, которая берет система AdvoCash за перевод. Итак, здесь мы вводим данные карты. Нажимаем «Оплатить». Так, я уже провел эту процедуру. Находится у меня на счету сейчас. Вот, 60 долларов, 78 центов. И теперь, для того, чтобы приобрести токены CO2T в количестве 30 штук, необходимо пройти на биржу. Вот в данном разделе. Здесь мы выбираем «ФИАТ». Выбираем «USDN», так как у нас средства хранятся в этих токенах. И здесь мы выбираем токен CO2T. Итак, вот наш токен CO2T. Мы будем покупать его за USDN. Поэтому выбираем данную торговую пару. Конечно же, если у вас есть на бирже другие токены, то вы можете их обменять на USDN и за USDN приобрести уже CO2T. Выбираем CO2T USDN. И здесь мы видим биржевой стакан. На сегодняшний день цена одного токена равна 2 долларам. Вот минимальная цена. Вот здесь мы видим 2 доллара. Итак, для того, чтобы приобрести 30 токенов CO2T, нам нужно ввести сумму в количестве 30 штук. В моем случае 30 токенов – это эквивалент 30 тонн моего углеродного следа. Поэтому я хочу компенсировать свой углеродный след в количестве 30 тонн и приобрести 30 токенов CO2T за 60 долларов. В данном случае комиссия составит 3 цента. Эта комиссия будет списана с нашего счета за эту сделку. Дальше мы нажимаем кнопку «Купить CO2T». Все, ордер создан. Нажимаем «Хорошо». Итак, сделка завершена. Мы можем пройти в раздел «Сделки» и увидеть, что сегодня в такое-то время в 11.48 по цене 2 доллара приобретено 30 токенов на 60 долларов. Для того, чтобы убедиться в том, что токены зачислены на наш адрес, мы проходим в кошелек и здесь мы видим, что у нас ровно 30 токенов CO2T.